Здоровые отношения в семье у нас тема, да? Здоровые отношения в семье. Означает аскеза, направленная не в семью, не в семью, а вовне семьи. Точно так же, как мы говорили, если ты хочешь характер сделать хорошим, начинай не с характера, начинай с природы. Тебе не хватает сил. Точно так же, если ты хочешь сделать здоровые отношения в семье, начинай не с семьи, Начиная с друзей, начиная с родственников, ну то есть с дальних родственников. То есть вот правильное мышление в чем заключается. Допустим, судьба наваливается, надо начинать не с близкого человека, а хотя бы с дальних, ну с других родственников. То есть никогда не начинать с близкого человека. Да, от меня жена ушла навсегда. Только в жизни я поспел, а поверь. Только в жизни я поспел, а теперь. Лучше все шею родной, помоги. Ибо ничто мы с тобой не родим. Подзаконуешься в разные дня. Не поспекая, мать для меня. Ведь смиренная позиция, смиренная позиция по отношению к тёще, очень смиренная позиция, уже 50% успеха гарантирован. Потому что женщина очень сильно привязана к родителям. И если мама начала говорить ей, ну может вернёшься, она не то, что вернётся сразу, но по крайней мере она уже не так категорично настроена. Она думает, не вернусь, но подумаю. Ну то есть влияют родственники сильно на человека. Но если говорить не о запущенных ситуациях, а просто о жизни, то есть закон. Закон заключается в том, что в семье существует такая центростремительная энергия. Так как больше всего счастья человек получает, ну по идее должен получать, должен получать отличной жизни, как нам кажется, да? Так бы мы хотели. Больше всего человек счастья хочет получать отличной жизни, поэтому он, люди, неосознанно сильно устремляются друг к другу в отношениях. Устремляются друг к другу означает, больше ждут, больше привязываются, больше как бы вот так вот. И чем больше мы приближаемся друг к другу, тем больше обмен судьбой начинает идти. Становится всё тяжелее жить, невыносимее жить становится, приближение. Поэтому древняя культура рекомендует людям, как обязанность людям, зачем, ну это обязанность, такой долг, на Востоке долг, стараться изо всех сил приглашать в гости друзей, знакомых, кормить их, заботиться о них, дарить подарки, изо всех сил стараться, для того, чтобы нас растаскивали. В тот момент, когда человек что-то делает для других, ему становится легче в отношениях с близким. Это касается даже не только людей. Допустим, я в Красноярске читал лекцию, и когда выходил на лекцию, увидел, такая висит бутылка на дереве с дырочкой, и там семечки. И птичка так сделали бутылку, что птичка садится на край, и как раз ей нагнутся, и вот здесь семечки. Ей хватает длины тела для того, чтобы до самого дна доставать. Так продумали. И она, птички, вот немножко семечек, чуть-чуть, и они склевывают их, буквально за 10 минут. Но я когда пришел с лекции назад, смотрю, семечки все еще есть, а птиц много все равно. И я начал смотреть по окнам и увидел на первом этаже женщину, которая сидит и смотрит, как птички клюют семечки. Как вы думаете, она будет страдать в личной жизни или нет? Знаете почему? Потому что энергия любви пошла двигаться. Энергия любви застревает в отношениях. Люди перегружаются в отношениях. Застревает энергия любви из-за ожиданий сильных, из-за того, что судьба сильная выходит. Очень трудно человеку сохранить отношения в личной жизни. Но если человек начинает очень сильно проявлять огромную инициативу, активность на то, чтобы о всех заботиться, о соседях там. Допустим, взяли пирожки, напекли, и соседям постучались, это вам. А мне даже не знакомы. Мужчина не должен делать это, потому что женщины должны делать. Женщины создают отношения, мужчины поддерживают. В Москве часто переезжали с одной квартиры на другую, с женой жили на квартирах, работали там в центре Москвы, медицинский центр у нас был. И жена приезжает на какую-то квартиру, печет пирожки, дзынь, дзынь, дзынь к соседям. Раз кто-то выходит, допустим, мужик, жену позови, жена говорит, он Валька там или Манька, тебя зовут. Манька выходит, короче, такая, что надо. Она говорит, не пойму, то ли доперчила, то ли не доперчила. Попробуйте, пожалуйста, пирожки. И она пробует, говорит, вот этого не хватает. Раз, закрывает дверь. Проходит два часа. Жена такая с пирожками, как она сказала, напекла. Та пробует, говорит, вот теперь классно. И она говорит, возьмите все. Проходит полгода. Я выхожу на площадку, на работу. Выходит параллельно сосед из этой квартиры. И улыбается мне, потому что он вспомнил пирожки. И между этими двумя квартирами идет энергия благодати. И даже собачка соседская уже не будет какать на наш коврик. Почему? Потому что она чувствует своих и чужих собачек. Она какает чужим на коврик, а своим не какает. Когда между людьми идет энергия благодати, воры, когда приходят в подъезд, подъезд должен быть нежилым. Ну, то есть, знаете, есть жилые подъезды, люди живут в подъезде, но есть обжитый подъезд, там цветочки стоят на подоконнике, воры там не воруют в таких подъездах. Знаете почему? Потому что соседи сразу позвонят. А вдруг кто-то услышит, выйдет, это же опасно. Они идут туда, где ветер гуляет по подъезду, понимаете, там ничего нету, все грязное такое. Вот там в таких подъездах, что хочешь, делай, никто не высунется. Я вам сейчас говорю о том, как действует судьба. Я вам рассказываю разные варианты, чтобы вы сейчас начали думать. Вот что такое вот происходит в жизни? Как побеждать личную жизнь, судьбу? Как побеждать? Начинать надо не со своей семьи. Потому что все уткнуты, Олег Геннадь, у меня там, все уткнуты в свою личную жизнь. Надо развернуть свою направленность и начинать с друзей. Вы можете заметить, что если вы пригласили друзей домой, вы не сможете с мужем делать вид, что вам плохо там, что вы ругаетесь, вы начнете всем улыбаться, как вы. И все будут говорить, как у вас хорошо, какая у вас хорошая семья. И вы такие, ага. Вот. Ну то есть они вас будут благословлять в это время. Благословлять люди будут. И когда вы уходите, когда они уходят уже, вы смотрите друг на друга и думаете, точно у нас хорошая семья. Ну то есть что происходит? Вот эта энергия трудности, тяжести, она побеждается благодаря этой практике. Поэтому не зря в древней культуре очень сильно рекомендовалось постоянно приглашать друзей, кормить собачек, скапывать газоны на улице. Я не ем шоколадные конфеты. Но мне часто на лекциях дали. Когда в Москве жил, мне подарили коробку шоколадных конфет, и я положил их на подоконник в своем доме, куда мы поселились. И она открыла прямо ее коробку. Ешьте. Вот такие классные конфеты шоколадные. Все, ешьте. Прошел день. Коробка не тронута. На следующий день я, когда шел на работу, шел, по-моему, не работал, в магазин пошел, смотрю, одну конфетку съели. Ребенок, видно, проходил один. Ну, дети любопытные. Взял, съел. Когда я шел с магазина, коробка уже была пуста. И потом мы клали коробку, где-то через полчаса ее сметали. Ну, уже сразу как бы. Потом кто-то поставил цветы на этот же подоконник и налил водой. Всегда был полный воды, вот этот вот кувшинчик рядом стоял. И цветок стоит. И кто проходит, раз видит сухо, полил. Все. Подъезд начал жить. Все начали здороваться, улыбаться друг к другу. Пошла жизнь. А жизнь пошла в подъезде, значит, пошла жизнь и в каждом доме. В каждом, ну, в смысле, в каждой квартире. Чуете? Ну, мы как устроены? Типа, вот моя хата с краю, ничего не знаю. Я как бы заботюсь о своей котам, мне не волнует. Нужно преодолеть препятствия, этот барьер. Друзей, как так, я друзей приглашу, у нас денег нету, и у нас не прибрано. Ремонт. И муж какой-то у меня не очень, к такому приглашать. Вот, ну, то есть, как бы, понимаете, то есть, ну, много препятствий внутри к тому, чтобы пригласить друзей. Но если бы мы знали, что вот это приглашение друзей домой, или заботиться, причем пригласить друзей домой, понимаете, еще надо знать, как. Потому что люди часто думают, друзей домой пригласить, означает... И все, понимаете, вот это неправильное мышление. Надо предупреждать, что мы, когда вы в гости к нам придете, у нас будет сюрприз. Безалкогольный сюрприз. Безалкогольный сюрприз у нас будет в гостях. Надо просто, как бы, о чем-то поговорить, о добром. И попить просто, вот по-доброму поговорить. Понимаете? Ну, то есть, просто любовь подарить людям. Не алкоголь, и там это... А любовь, понимаете? Любовь подарить. Культуру такую надо развивать, отношения. Потому что алкоголь, он... Это духи же, они злые духи веселящие. Они захватывают атмосферу. Люди нажрались, налакались, потом морду друг другу набили, пошли вспоминать в обнимку. Понимаете? Вот веселое такое времяпровождение семейное. Там человек под алкоголем теряет рассудок. Начинают целоваться там, перемешку. Ну, то есть, мозгов же нет в это время, не соображают люди ничего. Поэтому отношения нужно учиться строить без спиртного. И вы скажете, скучно будет. Скучно, потому что нет любви. Нужно сделать и так досок, так проведите, чтобы было не скучно. Организуйте, подумайте, как это сделать, чтобы вам было весело, хорошо, интересно. Есть столько всяких вариантов, как это сделать. Можно песни попеть, есть караоке, допустим. Сели вместе и понеслась. Там попели, потанцевали. Вот. Но предупредили, что у нас эксперимент. Мы без спиртного в этот раз. Мы танцуем, поем, ну, эксперимент. И некоторые скажут, что мы без спиртного не придем. Значит, не ваши друзья. Ищите тех, которые придут. Меняйте свою жизнь. Перестаньте жить в замкнутом пространстве, когда семья остается наедине с собой, муж с женой, и больше вокруг никого нет, все, отношения неизбежно разрушаются. Потому что шансов их сохранить нет. В замкнутом пространстве увеличивается семейный эгоизм. Семейный эгоизм включает плохую судьбу, хорошую выключает. И это увеличение, точно так же, как мы зубы не чистим, вонять во рту, сначала начинают, потом воспаление, потом зубы выпадают. Так же семейная жизнь. Мы никого не приглашаем, не очищаем отношения. Значит, сначала воняют отношения, мне с тобой противно, уже как бы, я не могу на тебя смотреть. Тут за день так накувыркаешься, приведешь домой, там ты сидишь, да, уже как бы неприятно. Первая стадия. Потом воспаление, начинают скандалы. Люди как бы, как злые собаки, да, по комнатам сидят, потом выбежали на кухню, погавкались опять по комнатам. И так же вся жизнь. Это вторая стадия. Третья стадия уже разошлись, как море корабли, да. Ну, то есть, другими словами, есть стадии разрушения семьи, просто причина заключается в том, что это замкнутое пространство, оно приводит к разрушению.